В Приморье появилась еще одна новая взлетно-посадочная полоса. Точнее, она раньше была грунтовая, а теперь в железобетоне и с мощным освещением. Холдинг «Вертолеты России» построил ее для авиакомпании «Прогресс» с перспективой, что ее можно будет использовать как в производственных, так и в гражданских целях. На новенькую взлетно-посадочную полосу приземляется вертолет из Владивостока. На борту руководитель холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский прилетел лично открыть важный объект инфраструктуры летно-испытательной станции. Таким образом, решена важная стратегическая задача – увеличить пропускную способность аэродрома, ведь объемы производства арсеньевского предприятия выросли в два раза по сравнению с прошлыми годами. Фактически чуть больше, чем за полтора года полоса была построена. Соответственно, был установлен новейший комплекс «Лира», который обеспечивает взлет-посадку не только вертолетов, но и самолетов, которые имеют возможность принимать. Поэтому, конечно, для холдинга это серьезный плюс, который позволит обеспечить выпуск готовой продукции. Как гражданской, сначала как военной, а будущем и гражданской. Длина взлетно-посадочной полосы – 1300 метров. Ее специально удлинили на сотню метров с перспективой использования в разных целях. После того, как аэродромный объект получит необходимые регистрационные документы, вполне можно рассматривать идею открытия в Арсеньеве аэропорта местных воздушных линий. На самом деле, я могу сказать, что сегодня развитие авиаперевозок внутри краевых является одним из приоритетных направлений в развитии экономики края. И, безусловно, открытие такой полосы позволит нам рассматривать Арсеньевский городской округ как одной из точек отправных для реализации этих мероприятий. Авиастроители подтвердили, что совместное использование взлетно-посадочной полосы вполне соответствует потребностям предприятия. Испытательные полеты можно регулировать без ущерба для производства с возможностью налаживания регулярных рейсов во Владивосток и на север края пассажирскими самолетами малой и средней дальности полета. Вадим Перевалов, Панорама.